Всем привет! Вы на канале Профифутбол. В этом видео продолжается формат, в котором я соревнусь со своими партнерами в каких-то интересных и полезных упражнениях, попутно показывая и рассказывая вам о них. И сегодня я посоревнуюсь им в одном основном, очень интересном и в то же время полезном упражнении. Его, кстати, делают в лучших футбольных академиях, так как оно тренирует почти все качества, которые нужны футболисту на поле. И помимо этого, это не нудная тренировка, а соревнования, что вообще идеальный вариант для детей, так им становится интересно и они не замечают, как тренируются. Но если вы хотите больше подобных видео соревнований, то обязательно поддержите это видео лайком. Спасибо, а теперь давайте начинать. Итак, в футбольных школах это упражнение называют эстафета, так как участвует почти вся команда. Тренер разбивает игроков на группы по 5-6 человек, которые на скорости выполняют поставленные задачи. Мы будем соревноваться, начиная от легких, переходя к более и более сложным упражнениям, как это делают в футбольных школах. И в конце первое место обычно ничего не делает, а другие в наказание за пройгыш выполняют какие-то физические упражнения. Но мы посоревнуемся втроем. Молодой начинающий футболист Богдан, которого вы должны помнить по видео «Тренировка молодого футболиста». Кстати, за это время он спрогрессировал, в этом видео вы увидите, в чем ему еще необходимо прибавить. Ему конкуренцию составит Рома, ну и конечно же я. Кстати, это упражнение еще очень хорошо подойдет тем, кто тренируется с друзьями. Вы будете соревноваться в свои навыки и соревноваться, благодаря чему не заметите, как пройдет время. Итак, расставляете одну фишку в начале, потом через 4 шага еще 4 фишки на расстоянии 1,5 метров. И затем фишку в конце, на расстоянии 4 метров от 5 фишки. В этом упражнении, в зависимости от задачи, тренируются разные качества. Мы будем соревноваться, начиная от легких, переходя к более и более сложным упражнениям, как это делают в футбольных школах. Итак, первое. Вам нужно выполнить введение с мячом до последней фишки. Оставить его там, сделать ускорение назад, коснуться рукой фишки в начале, побежать обратно и выполнить введение мяча к старту. Тут тренируется ваша скорость, а также введение и контроль мяча на этой скорости. Если делать в команде, то есть еще такое. Один человек ведет мяч, оставляет его там, другой бежит, забирает. Это просто для информации. Может меня смотрят тренера или капитаны любительских команд, не знаю. Кстати, когда делают в команде упражнения, то вы не передаете мяч, а оставляете его подошвой. Это сделано для того, чтобы человек не просто бил его от центра, а вел до конца, контролируя на каждый шаг. Чтобы когда партнер начинал двигаться навстречу, оставить ему мяч, что кстати также тренирует взаимопонимание. Второе. Вы просто обыгрываете последнюю фишку, контролируя мяч и возвращаетесь обратно. Это уже тренировка введения и немного контроля мяча на скорости. После делаете змейку, то есть обыгрываете четыре фишки, проходя между ними. Здесь уже тренируется не только ведение мяча на скорости, а больше его контроль. После того, как обыграли четыре фишки, обыгрываете последнюю и возвращаетесь обратно, контролируя при этом мяч. Следующее. Делаете простой круг вокруг четырех фишек. Затем снова обыгрываете последнюю и возвращаетесь обратно. Тут также тренируется контроль мяча, его ведение, а также резко смена направления движения. Вот видите, стоило мне немного ошибиться, как меня уже опережает Богдан. И в футболе также. Стоит вам допустить ошибку, уйти не резко в сторону, немного заживать мяч, и защитник может его отобрать. После идет упражнение восьмерка. Так называется, потому что обыгрывая фишки, вы как бы рисуете цифру восемь. Итак, как делается? Вы ныряете в середину между первыми и вторыми двумя фишками и начинаете обыгрывать последние. После также вы ходите через середину и обыгрываете первые две. А затем делаете видение до последней, обыгрываете ее и возвращаетесь обратно. Тут уже постепенно начинает тренироваться мышление, видение поля и ориентирование в пространстве при контроле мяча. Следующее упражнение это обыгрыш двух фишек, но только в разные стороны. Не важно в какую сторону вы обыграете первый круг, главное второй обыграть другую сторону. То есть, например, первые две фишки я обыгрываю внешне по часовой стрелке, вторые две с щекой против часовой. Когда вы делаете это еще на результат, соревнуясь, важно об этом помнить и думать, как и куда я затем побегу. То есть, соответственно, ко всем другим качествам добавляется еще и тренировка мышления. Следующее. Вы обыгрываете по одной фишке, но опять же чередуете направления. Например, если первый круг обыграли вправо, другой нужно обыграть влево. Тут уже идет работа на мелкий контроль мяча, который очень важен, когда вас, например, зажимают несколько соперников на каком-то маленьком расстоянии. Например, где-то возле бровки. Ну и также он важен для выполнения финтов, чтобы уметь удобно подработать себе мяч одним незначительным касанием. Следующее. Обыгрывайте сначала первые три фишки, а затем сразу же вторые три фишки. Чтобы понять, куда обыгрывать и не сделать лишних движений, важно поднимать голову и оценивать обстановку во время ведения мяча. То есть тут тренируется видение поля и ориентирование в пространстве во время контроля мяча. После того, как вы все выполнили, как обычно, бежите до последней, обыгрываете ее и возвращаетесь обратно. Следующее. Это обыгрыш первых двух фишек, а потом сразу же змейка. После чего вы оббегаете последнюю фишку и возвращаетесь обратно. Сейчас уже пошли сочетания разных упражнений, и здесь важно думать, оценивая обстановку. Куда и как бежать, чтобы не допускать лишних движений, которые могут стоить вам дополнительного времени. На самом деле, таких сочетаний базовых упражнений можно придумать довольно много, что, кстати, делают тренера разнообразивые упражнения. Чтобы футболисты не привыкали к одному и тому же, а постоянно заставляли свой мозг думать в процессе тренировки. Также есть еще сочетания набег вперед и бег назад. То есть вперед вы делаете одно упражнение, назад другое. Также покажу пару самых популярных упражнений, которые мы чаще всего делали в команде. Самое простое – это обыгрыш первых двух фишек по кругу. Затем бежите к последней и, смотря оттуда, обыгрываете уже последние две фишки. То есть, по сути, те же самые. И это не так легко, как кажется, так как тренера не показывают упражнения, как показываю я, а просто говорят словами. Вперед обыгрываете первые две фишки, назад последние две. И вы уже сами у себя в голове должны продумать, куда и как вам нужно бежать, чтобы выполнить поставленную задачу. Еще одно из популярных сочетаний вперед-назад – это змейка и восьмерка. Например, туда вы делаете змейку, а обратно восьмерку. Может быть и наоборот. Сами решайте. Можете сделать свои комбинации. Особенно родители, которые занимаются своими детьми, могут сначала показать им базовые упражнения, а потом их сочетать, говоря только словами. Чтобы ребенок уже сам думал, куда ему следует бежать и выполнял задание. Также, кстати, если вы хотите сделать уклон тренировки больше на скорость, то можете сделать так. Вперед вы делаете какое-то упражнение, например, змейку, оставляете мяч возле последней фишки, делаете рывок обратно, касаясь рукой фишки старта, после чего прибегаете, забираете мяч и уже делаете либо ускорение по прямой, либо еще какое-то упражнение, в зависимости от задачи тренера. Так очень легко тренируется скорость, так как обычные упражнения на развитие скорости всегда скучные и нудные. А тут вы соревнуетесь, не будете этого замечать. А вообще упражнения не такие легкие, как вам могут показаться. И когда мы снимали, иногда кто-то допускал технические ошибки, из-за чего мы переделывали упражнения. Но вот, например, у Богдана с техникой стало значительно лучше, и он даже в каких-то упражнениях конкурировал со мной, чего раньше сделать не мог. Но зато, когда я проэкспериментировал и не показал вначале, как делать упражнения, а просто сказал словами, он допускал ошибки, так как в процессе обыгрыша не думал, как и куда ему следует бежать. То есть еще не хватает мышления и принятия решения. Но в комментариях напишите, как вам такой формат и следует ли его продолжать. Ну на этом все, всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok